как найти вторую половинку мне больше нравится понимание что каждый из нас это целое и что мы целое не находим мы встречаем но суть твоего просто мы с моей женой познакомимся на манге сайт знакомств который 6 лет назад был очень популярный как тиндер сейчас и встретить другого человека ты можешь как угодно на мой взгляд не имеет значение как не имеет вообще потому что самое важное что происходит потом или чего не происходит готовы ли оба после этой встречи пойти на глубину пойти туда где как раз половинки такие знаешь недолюбленные с комплексами с какими-то тараканами с детскими там родовыми программами трансформируются и становятся красивыми гармоничными зрелыми личностями которым будет вместе интересно чаще всего ответ нет не готовы чаще всего мы встречаясь с кем-то довольно быстро убеждаемся что этот человек мне не подходит потому что он такой а я такой и сикой мы не готовы меняться мы не готовы что-то собой делать мы ищем другого и к сожалению моему я наблюдаю что эти поиски они могут идти бесконечно человек встречает с кем-то не готов пойти дальше не готов пойти в создании семьи ему кажется что это что-то не то что он достоин чего-то лучше чего-то больше он встречает другого человека который на первых порах ему кажется вот это теперь то самое какое-то время но не одно что то не то вот здесь вот хочется с перламутровыми пуговицами и прыгая так из одних отношений в другие человек не видит за вот этими деревьями леса того что ты всегда получаешь того человека которого ты грубо говоря называя вещи своими именами того которого ты достоин возможно ты хотел бы вот вот здесь но тебе дается вот здесь потому что это сам вот здесь из какой стати вот партнер твой будет отсюда но встретившись здесь вы можете вместе расти если вы не побоитесь работать над собой все самое интересное начинается не в момент встречи и это не вопрос как встретить или где встретить каждый не знаю там год мы кого-то встречаем другое дело что из этого обычно ничего не происходит почему потому что мы не готовы воспринять что отношения они вообще-то не для удовольствия они для саморазвития они для нашей работы они для трансформации они для служения они для чего угодно но не для удовольствия не для наслаждения да если мы ищем кого-то думая что этот человек сделает нас счастливым что он должен давать кайф какие-то наслаждения то это длится несколько недель после этого все букетный период заканчивается начинается какая-то я это называю беспощадная кармическая мясорубка и наши отношения с наташей первое время первый год были именно такими мы просто тупо выносили друг друга мозги играли в какие-то игры какие-то там пикаперские приемчики какие-то манипуляции какие-то проекции родительских детских травм друг на друга ожидания очень много страданий очень много страданий и на этом мы могли бы закончить наши отношения сказав ну ты не мой человек я не твой человек пойду поищу кого получше опять же мы бы нашли точно такого же человека те же яйца только в профиль с кем через какое-то время мы опустившись на глубину мы встретились бы опять же самим собой отраженным в зеркале другого человека но мы по мы решили пойти дальше и сейчас мы вместе уже больше шести лет и мы женаты и ждем ребенка и наши отношения сейчас они просто кардинальным образом отличаются от тех которые мы изменились отношения изменились мы проделали вместе большую работу и такую работу можно проделать только вместе только в паре когда оба человека настроены работать поэтому для меня отношения это такой вот духовный трансформатор это очень большая школа нигде вот невозможно так быстро развиваться кроме как в отношениях потому что это сразу глубина потому что это сразу обратная связь потому что это сразу зеркало ты видишь себя ты видишь косяки и ты видишь страхи ты видишь комплексы и вместе вы помогаете друг другу на мой взгляд духовные отношения это отношения в которых партнеры разделяют ну такой вот подход и что мы в этих отношениях помогаем друг другу развиваться духовно мы служим божественному друг в друге и именно это позволяет проходить очень сложные ситуации порой ситуации в отношениях бывают патовых бывают критические кризисы бывают в отношениях бывают измены бывают нечестность бывают обиды бывают грубые слова все это можно преодолеть только если ты настроен вот именно на то что твой партнер он посланник бога для тебя и именно такой он тебе нужен сейчас жестокие невнимательные обидчивые ревнивые все это нужно для тебя чтобы чтобы ты мог благодаря этому партнеру проходить свои уроки есть ты их проходишь партнер становится другим и это магия именно так вот обретается гармония в отношениях часто люди сразу ищут что все было идеально человека с которым будет легко да не бывает такого потому что ну опять же это на мой взгляд но отношения они для другой задачи не для того чтобы было легко и не для того чтобы было кайфово а для того чтобы вы развивались учились менялись и тогда будет лучше какая стратегия более правильная ждать свою вторую половинку или же искать и что-то делать конкретное но я убежден что ты по любой из этих стратегий ждать или искать ты встретишь своего человека да и ну как своего ты встретишь человека и ты узнаешь ну признаешь узнаешь что это тот человек с кем тебе будет полезно вместе для твоего развития но это называется влюбиться обычно да бывает так что не ну понимаешь влюбиться и вот эта вот любовь она как раз тот самый соус который позволяет тебе проходить вообще довольно болезненные уроки без любви очень сложно их проходить у меня были женщины до наташи и я считаю что я их любил но не было вот такого что я чувствовал что да вот это вот моя женщина хочу с ней идти дальше наташа у меня было такое чувство было такое ощущение было какое-то такое родство когда мы с ней встретились мы почувствовали что вот есть что-то большее что нас объединяет я верю в то что партнеры тоже по карме есть люди с кем мы уже шли по пути вместе до этого и мы с ними встречаемся в этой жизни с кем-то мы встречаемся чтобы дать какой-то один урок короткие нам мы встретились друг другу научили чему надо все как бы идем дальше с кем-то мы идем всю жизнь и может быть следующую жизнь тоже будем идти тут у каждого же своя уникальная карма поэтому тут знаешь как бы но я думаю каждый человек встречал людей которые он чувствовал что то вот это что-то прям такое вот по судьбе пришло а как почувствовать что человек действительно твой вот бывают ситуации когда например встречаешь ты одного человека думаешь вот все точно это вот прям мое там строчки-то планы да с ним фантазии какие-то там вечной жизни еще что-то потом отношения сходят на нет какой-то момент встречаешь второго человека с которым происходит примерно то же самое да ну и так далее вот как почувствовать что человек действительно тот который себе условно дан по судьбе там как супруг я бы смотрел на то насколько вы по жизни вот мировоззренческие по ценностям похоже насколько вы идете в одно направление но грубо говоря если один он устремлен в духовное а другое он чисто материально там и интересует только сумки платье тряпки мода какая нахрен духовность не интересно очень мало вероятно что вы сможете долго идти развиваться вместе и вам будет вместе интересно чем мало вероятно все-таки какая-то вот такая база она должна быть общей но ты знаешь часто бывает так что человека отличный партнер ну то есть бокс вел людей вместе вот прям видно что они вместе это не случайно но а есть такая еще тема как сомнения которая разрушила не одну хорошую пару но потенциально гармонично да сомнения когда ты начинаешь вечно сомневаться мой это человека не мой а что-то с ним у меня не так как я читал в инстаграме бывает видимо что-то как-то у меня по-другому да особенно когда мы начинаем сравнивать с другими примерами другими парами начинаем и обесценивать то что есть а я замечаю что часто мужчины они боятся тупо взять ответственность ну то есть они прыгают из одних отношений доводит их до какого-то уровня там кипения когда надо либо там сделать предложение либо ну как-то отпустить человека и решают что ну что-то наверно не мое надо поискать еще и когда это повторяется уже пять раз и хочется спросить чувак ну неужели все эти пять раз и и все мимо и все тебе судьба не того подкидывала или ты просто боишься пойти на глубину хотя бы в одних из этих отношений и и и у девушек то же самое есть сомнение страх довериться этому мужчине если ты чувствуешь что судьба свела не случайно если вы уже вместе высоко высока вероятность того что надо идти дальше но и будут сложности возникать и в каждой сложности будет соблазн сказать это просто не мой человек у у нас в отношениях с Наташей было ну я не знаю на штук десять таких вот кризисов когда можно было сказать ну все нам не по пути карма нас разводит пора расставаться ну ты знаешь а мы пошли дальше и оказалось что это все были испытания на пути очень за вот одну жизнь вот если подумать то сколько отношений ты можешь пойти глубоко ну вот глубоко это вот прям вот глубоко-глубоко и на это нужны годы вот мы сейчас в отношениях там более шести лет и такое ощущение что мы только начинаем друг друга вот как-то узнавать глубинно вот представь что десятилетние отношения насколько в жизни у тебя их может быть двое отношений трое отношений а поэтому я бы ценил то что есть то есть если ты уже в отношениях эти отношения не ресурсные они могут быть сложные они могут быть очень какие-то такие вот все постоянно но если ты чувствуешь что тут есть ресурс для развития иди дальше будь в этом каким образом проживать кризисы и идти в эту глубину практика которая спасает спасала я надеюсь будет спасать наши отношения она очень простая и она очень сложная одновременно она она заключается в том чтобы искренне и открыто проговаривать друг с другом то что происходит не подавляя не пряча проговаривать ну например мне кажется я тебя разлюбила и влюбилась в другого мужчину я чувствую что мне неловко что мне сейчас страшно что я сейчас ну ты понимаешь ты открываешься ты открываешься и говоришь что на самом деле сейчас есть что происходит если ты этого не делаешь ваши отношения будут ну как бы внешне вроде бы неплохо но они будут умирать изнутри будут уходить как раз вот вот это искринка любовь тепло и вот вы вот эта практика вот вы садитесь друг напротив друга и каждый по очереди говорит что он чувствует искренне открыто и это знаешь это как вот рана которую ты открыл и гной выливается это больно и это но это исцеляет да и часто оказывается что она то было всего лишь просто открыть сердце и выговориться и этого уже достаточно и все уже кризиса больше нет бывает что ситуация не такая простая и но вот эта вот практика искренних разговоров она она очень помогает и хорошо вот этот разговор чтобы проходил как раз вот вначале вспомнить на вспомнить о том что вы не случайно вместе но что говорить по разному можно можно обмениваться претензиями ты козел нет ты дура из этого разговора ничего хорошего не получится вот вначале как мы с наташей это делаем когда чувствуем что кризис что нам надо поговорить что наболело мы вспоминаем ту молитву с которой мы вот женились на там очень красивые слова про то что мы доверяем друг другу про то что мы чувствуем что мы сведены богом для развития для служения друг другу и после такой вот настройки общения но идет очень вот так вот по-другому очень благожелательно очень исцеляющие большинство ситуации можно решить просто поговорив об этом друг с другом обычно ты боишься говорить со своим партнером искренне и поэтому ты идешь ищешь с кем с кем об этом поговорить психотерапевтом с каким-нибудь аналитиком своему лучшему другу рассказываешь что ты чувствуешь а почему не рассказать об этом там своей жене что ты чувствуешь ну расскажи но ты знаешь как бы самый большой это страх страх открыться и выясняется что не так страшно например признаться что ты ревнуешь да или что ты чего-то боишься или что у тебя есть переживания какие-то это нормально то есть это абсолютно нормально у любого живого человека возникают все эти эмоции и как раз со своим вот партнером это можно обсуждать это такая вот психотерапия что ли парные происходят и вы переходите на новый уровень доверия и это на этом уровне доверия возникает уверенность и уверенность что в будущем если будут какие-то такие ситуации непонятные неясные вы сможете их проговорить и вы сможете их решить и очень важно в отношениях сохранять вот как раз вот этот вот уровень доверия то есть знать что твой партнер тебя сейчас ничего не скрывает вот даже если ему есть что скрывать ну не знаю там ну чего там бояться больше всего измена что он не будет от тебя это вскрывать тебе может быть как угодно больно тебе может быть просто тебя это уничтожит разнесет в пух и прах это будет гораздо ценнее если вы сможете с друг с другом проговаривать даже такие вот вещи очень такие болезненные очень больничие и двигаться дальше я желаю всем не бояться идти на глубину в отношениях пойти туда где страшно пойти туда где чувствуете себя уязвимыми и и там очень много ресурсов там очень много ценных даров это гораздо интереснее это гораздо более ну там гораздо больше счастья чем прыгать из одних отношений в другие просто в поисках каких-то мимолетных там удовольствий наслаждения и в конечном итоге оказываясь снова разбитого корыта ни с чем так что тот человек который сейчас рядом с вами возможно именно он ваш тот божественный партнер осталось только это увидеть заметить и пойти в работу первую очередь над собой у